Всем привет! Соскучились по обзору покупок. Сегодня будет именно такое видео. Это первая партия мяса. Покажу уже дальше. Начнем, наверное, по порядку. Купили кофе. Жакей. Вот такой кофе мягкий. Номер 2. Арабика. 280 грамм. Цены на кофе просто космос. Поэтому взяли жакей. Кофе мы пьем очень много. Просто невероятно много, поэтому большая пачка. Помимо кофе, это мы чипсы брали в дорогу пожевать. Немножко осталось макарошки из магнита. Здесь 5 пачек перья. Я люблю эти макароны, хотя сейчас в гарнир практически не естся. Ни макароны, ни крупы, больше овощей и мяса. Обалденные просто печеньки. 2 пачки с апельсинкой я покупала в магазине Фамилия. Они там были по скидке. Я уже не первый раз их там беру. И если брать покупные печенья, то только такие. Они очень вкусные. И увидела в магазине Магнит. У нас тоже такие печенья. Они, конечно, немножко подороже. Но чтобы не ездить в фамилию, так как фамилия и Магнит у нас находятся на разных частях города. Чтобы не ездить туда-сюда, буду теперь смотреть в Магните. Но они там были по скидке. Так я смотрела, печенья эти очень дорогие. Заезжали в Светофор. Я взяла 100 граммовую копченую паприку. Правда, цвет у нее какой-то светловатый. Не знаю, вкусная или невкусная. Но упаковка большая. Я на это повелась. В Магните взяла кокосовую стружку. Здесь 5 пакетиков. Вообще маловато. Знаю, где можно взять дешевле. Но опять-таки мы туда не попали. Брусника. Джем взяла. Есть у меня пару идей. Для чего мне потребуется этот джем. Чтобы свой уже не готовить. Лень. И сейчас со временем напряженка. Потому что мы занимаемся огородом. Кефир тоже из Магнита. Один, значит, бабушкина крынка 3,2. Другой кефир 1%. Чисто магнитовский. В линии масло Альтера было. По скидке взяла. Также из светофора фундук. Здесь 500 грамм. Я хочу часть использовать для печенек. Ну, а часть так. Финики. Тоже из светофора. Финики неплохие. Не знаю, для чего пойдут. Но хозяйству все пригодится. Может быть, тоже чуть-чуть добавлю в печеньки. В линии взяли на часы. Чипсы кукурузные взяли. Потому что я в фамилии купила хумус. Он тоже там был по скидке. 129 рублей. В Магните хумус 179. Я видела. 5 килограмм сахара. Потому что наш сахар заканчивается. Мы его так не едим. Выпечку и с кофем только. Чай абсолютно идет без сахара. Саша себе к пенному взял гренки. Три семерочки. И также взял себе кильку балтийскую. Он любит такую рыбу. Пенная тоже в холодильнике. Из овощей. Из магнита морковка. Опять была только мытая. Морковка дорогая. Из магазина горки. Огурчики свежие. Помидорчики свежие на салатик. Из магнита яблочки. Новый урожай. Из светофора шампиньоны. Буду мариновать. Хочу на праздники сделать на мангале шампиньоны. Из светофора, по-моему. Или из горок. Точно не помню. В общем масло сливочное. 8,2%. Сейчас покажу состав. Сливки постерилизованные. Все. Масло всегда покупаю, когда попадаю в светофор. И убираю сразу в морозилку. Потому что я часто пеку с маслом. И решила накапливать запас. Сыр в магните. Хотела взять ламбер. Но перед праздниками цены на ламбер такие, что взяли российский. Творог из магнита. Потому что свой творог делать сейчас абсолютно просто некогда. Йогурт Савушкин Теус. Два с клубничкой. И два с ананасом. Йогурт по той же причине. Потому что некогда. Капуста молодая, новая из магнита. И капуста прошлогодняя из магазина горок. Сейчас очень хочется овощей. Ну и взяла рис. На националь скидок не было. Поэтому взяла увелку. Хотя потом пришла домой. Посмотрела. У меня еще больше пол пачки национали лежит. Уже не знаю сколько времени. Мы его просто не едим. Наверное, накручу тефтели. Когда буду снимать видео с заготовками полуфабрикатов в морозилку. Накручу скорее всего тефтели. Чтобы хоть как-то мы смогли съесть рис. Продолжение следует.